На прошлой неделе в регионе проходила военно-патриотическая игра «Зорница». Открытие состоялось на базе 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Участниками мероприятия в этом году стали около ста ребят из Ивановской, Тамбовской, Вологодской, Костромской областей и Москвы. Военные оказали гостеприимный прием, подготовили песни и зрелища. А зрелище, собственно, вот. Снегоходы, броневики, зенитно-ракетные комплексы. Техника 21 века не только ездит по земле, но и плавает. Для участников «Зорницы» провели экскурсию. Мальчишки увлеченно примеряют экипировку солдат. Говорят, удобно и совсем не тяжело. А главное, в реальных боевых действиях может спасти жизнь. В местах, где военные действия происходят, можно надеть бронежилет, каску, чтобы при выстреле защитить тело. Не удержался и губернатор Станислав Воскресенский лично проверил, насколько надежна современная техника. Автомобиль выполнен в виде капсулы, то есть обеспечивает... Да, вы не представляете. Вооруженные силы 21 века. Совсем другое, да? Как точно, да. Тем более, воздействительные войска – мобильный компонент наших вооруженных сил. Поэтому мы оснащаемся, выполняем программу вооружения Верховного главнокомандующего. Некоторые автомобили попробовали. Конечно, другого уровня совершенно техника, чем это было 10 лет назад. Знаете, что была проведена большая модернизация вооруженных сил. Вот сегодня вы сами можете посмотреть, какого уровня техникой оснащена ВДВ. Это уже седьмая по счету Зорница, которая проходила в Ивановской области. В части ребята соревновались в конкурсе строя и песни. А основной этап проходил в Тейковском районе на полигоне Пелгусова. Наш регион представляли юно-армейцы и кадеты Иваново-Вознесенского корпуса. Но это, конечно, не все, кто вовлечен в патриотическое движение. В Ивановской области около 500 клубов данной направленности. Более 12 тысяч человек, не считая всех тех, кто разово принимает участие в тех или иных акциях. Если более подробно, то наши поисковики ежегодно выезжают на раскопки. У нас есть определенный пул, скажем так. Мы департамент надежной политики, бюджетные источники привлекаем к тому, чтобы направлять ребят. Само собой, юно-армейское движение, которое сегодня все более и более активно развивается на территории нашего региона. Движение юно-армия было создано в 2015 году по инициативе Министерства обороны. Общий лозунг таков – объединяем детей России. И объединять, нужно сказать, получается. Например, только в Иванской области уже сейчас действует 69 отрядов юно-армейцев. Отряд воин при 23-й гимназии теперь тоже часть большой юно-армейской семьи. Движение объединяет под своей гидой военно-патриотические клубы, сохраняя при этом их индивидуальность. Основная задача юно-армии состоит в военно-патриотическом воспитании молодежи, подготовке молодежи к службе в вооруженных силах, не только на военных должностях, но и на гражданских, изучение военной истории, участие в различных военно-спортивных, военно-патриотических мероприятиях, несения почетных караулов, мобилистов и памятников, мемориалов воинам. Вступить в юно-армию может как целый клуб, так и отдельный школьник. Членские взносы не предусмотрены. На сегодня к движению в Ивановской области уже примкнули 1418 человек. В основном это ребята от 11 до 18 лет, которые планируют связать свою дальнейшую жизнь со служением Родине. Да, хочется поступить в Голезинский институт ФСБ. Нас уже готовят к нему. И надеюсь, я смогу туда поступить. Нужно хорошо учиться, развиваться физически и быть морально устойчивым. Быть физически сильными и морально устойчивыми в 23-й гимназии юно-армейцы учатся три раза в неделю. Наша подготовка очень разносторонняя. Мы занимаемся как общей военной подготовкой, так же физической подготовкой. И вообще стержнем нашей подготовки является единоборство. Мы занимаемся кикбоксингом, каратэ. А еще на минувшей неделе проходил областной урок мужества. В этом году главными действующими лицами на нем стали добровольцы и волонтеры. Современные тимуровцы поделились друг с другом своим опытом и рассказали, как помогают инвалидам и ветеранам. Участники Кохомской организации «Истоки», например, сотрудничают с комплексным центром помощи населению. Под их крылом несколько пенсионеров, которым помощь требуется постоянно. Помощь, например, летом требуется по огороду, принести воды, например. А также зимой мы расчистим снег, ходим в магазин, помогаем с хозяйством. К слову, 2018 объявлен в России годом добровольца. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 6 декабря. А это значит, добрых дел станет еще больше. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.